Сегодня вторая часть обзора роторной кофемолки, дадим ей второй шанс. Буду я заваривать сегодня в капельной кофеварке, потому что большая порция, возможно, будет завариваться лучше, стабильнее. Эти фильтры номер 4 не так забиваются, как воронки, поэтому нам не так страшны мелкие фракции. Сегодняшний тест будет включать в себя капельную кофеварку, заваривание эспрессо попытки, причем в корзине как на 22 грамма, так, возможно, и на 14, если на 22 не выйдет, если будет слишком мелкий помол. И я попробую показать, измельчить 20 грамм, к примеру, и показать, сколько в них будет фракций меньше, чем примерно 300 или 500 микрон. Нет, 300, наверное. В общем, она отсеивает пыль, вот эта штука, и делает это очень легко. И посмотрим, насколько там разброс по фракциям велик. И вы написали в комментариях, что лучше измельчать 20-30 грамм, я брал по 10 грамм, по 12, и это вам показалось мало. Я еще не проверял, но, по моему мнению, стабильнее было бы измельчать небольшие дозы, потому что они так равномернее будут измельчаться. Посмотрим, может, я налажал. Сейчас буду измельчать 20 грамм фильтр кофе и заваривать, используя 300 грамм воды. Помол будет не сильно крупный, потому что капельная кофеварка не любит крупный помол, не доваривает его. И посмотрим, как это все измельчается. Если будет видно, конечно. Да, вы там еще писали, что нужно держать под углом 10-20 градусов. У меня транспортера нет, я не думаю, что кто-то будет держать его на кухне. Или телефон, включать приложение, у которого там градусы измеряют. Думаю, люди измельчают на кухне, просто вот так вот поставили и измельчают. У нас такие вот куски опять. Несмотря на то, что закладка большая, так что это лайфхак уж не работает. Приходится измельчать на глаз. Еще есть здоровенные фракции, поэтому продолжаем. Если честно, я бы уже за это время в ручной кофемолке измельчил. А если взять какую-нибудь изи пресса GX, то это вообще было бы раза в три быстрее. И самое главное, надежнее. Потому что сейчас у меня какой-то помол есть. Не знаю, что из этого выйдет. Будем засыпать. И заваривать. Даже в такую корзину здоровенную неудобно высыпать. То есть тут налипает, оттуда сейчас лезть пальцами не очень хочется. Потому что непонятно, как работает защита. Будет ли она срабатывать всегда. Поэтому придется какой-то ложкой. Не доверяю этим конструкциям защитным. Пальцы дороже. Ну, в общем, вы видите. Постоянно будет у вас какое-то количество кофе оставаться. И вот такой помол вышел. Вроде неплохой. Конечно, есть комочки. Их потенциально можно убрать. Но мы посмотрим, как заварится данный кофе. К счастью, с капельной кофеваркой все просто. Нужно просто включить и забыть о ней на какое-то время. На минуты четыре. Поэтому вернемся в магии монтажа. Тем временем у нас начал завариваться кофе. И, как мы видим, это какая-то вода, а не кофе. Очень водянистый. Ну, надеюсь, мелкие фракции дадут хоть какой-то вкус. Потому что по цвету это просто недовар какой-то. Что мы сделаем следующим этапом? Я измельчу 20 грамм, опять же, кофе. Оставлю эту пыль там. Ничего страшного. И мы просеиваем через этот вот сито. Посмотрим, насколько много будет пыльных частиц, которые пройдут через сито. Мелкие частицы. Насколько крупные будут те фракции большие, которые у нас останутся. Тут уже начинает застаиваться вода. То есть пыли многовато у нас вышло в помоле. И из-за этого капельная кофеварка не справляется. Ей придется постоять довольно долго. Так, понял, это уже выкипела вода. Отключаем. И ждем, пока вот эта вот непонятная куча грязи заварится. Ну, уже более-менее похоже на кофе что-то протекает там. Но, опять же, вкус покажет. Я напомню, что это самый стабильный способ заваривать кофе. Самый простой. И, по идее, он прощает многие ошибки. Но, если у вас с помолом что-то не так, значит, у вас что-то не так с помолом. Поэтому кофемолка должна быть хорошей. То есть, такие ошибки, которые делает эта кофемолка, скорее всего, они не подходят даже сюда. Как мы видим, до сих пор крупные фракции есть. Прям очень крупные. Ну, ничего не поделать, иначе будет слишком много пыли. Да, еще сделаем тест помола для джезвы. Посмотрим, может быть, действительно, я слишком мало крутил. Нужно 5 минут, нужно, чтобы двигатель сгорел. Мы выдавились его помола по джезву. Количество пыли на 20 грамм. Если можно так назвать кофе. Количество кофе на 20 грамм. 2 грамма. То есть, в пределах нормы, но это прям... Это уже почти джезвы. То есть, еще нельзя назвать это... Я хотел бы, конечно, заварить, просеяв пыль, чтобы кофе не застаивался. Можем посмотреть на корзину, что здесь происходит вообще. Посмотрите на эти огромные куски кофе и количество пыли. То есть, насколько разбежность фракций велика, и это явно не на пользу идет напитку. И попробуем, что вышло. Не самый худший кофе. Можно пить. Можно попробовать. Я не удивлен. Капельная кофеварка может все. Что я пропустил? Ты смолол кофе... Ты просто... Попробуй. В этом карусе... Попробуй, попробуй кофе. Ну, короче, ладно. В команданте смолол. Командант, да. И где он? На столе много места, чтобы не занимало. Что с кофе? Что это за кофе? Что за кофе? Как можно описать? Это очень питкий, очень питкий, приятный кофе. Ну, он не какой-то там прям ярко выраженный, он не... Но чувствуется все равно энзимность. Энзимность очень хорошо чувствуется. Энзимность это те вот кислоты вкусные, которые похожи на фрукты, которые маску воспринимают как фрукты. Подожди, ты хочешь сказать, что ты смолол на вот этом пропилере и сварил в этой даже дешевой кофеварке? Да. 20 грамм кофе, 300 миллилитров воды, 1 к 15 пропорции получается. И можно пить. Что значит, хорошая обжарка вытягивает продукт? За счет того, что это спешлти кофе, даже вот такой вот разброс непонятный по фракциям, огромное количество пыли, этот кофе сварился нормально. Рванда, кофе Досмамас это? Угу. Это сильно качественный кофе. Жаль, что всего лишь два мешка или мешок. Так уже осталось начатый мешок уже. Нужно, на самом деле, его очень много, а он мало. Если у вас есть желание пользоваться такой кофемолкой, я рекомендую пока что исключительно капельную кофеварку, 20 грамм, это работает. Если будете больше измечать, скорее всего, у вас слишком много пыли будет, она забьет фильтр. А есть какое-то понимание, сколько количество кофе, какое количество времени нужно молоть? Ой, я секунд 40... Потому что, я так понимаю, в этой кофемолке, чем дольше смалываешь, тем... тем меньше, что получилось. Ничего себе, как раз, не знаю, какие-то грановые прям... Можешь посмотреть на отсеянные... А, подожди, так ты отсеивал? Нет, не отсеивал. Это я пытался имитировать тот же помол, который у меня был, и вот количество пыли 2 грамма, которое я отсеял. Это с какого количества кофе? 20 грамм. То есть, примерно я нормально все сделал. Конечно, у него не хватает тельности и комплексности. Но он очень пит. Он сушит чуть-чуть. Он очень пит. Он очень сушит. Но, несмотря на все это, я ставлю этой кофемолке 2 балла за капельную кофеварку, потому что она может заваривать. Ну, питки кофе. Этот кофе хочется пить, не выливать его. Да, но нужно понимать, что нужно хороший кофе, кофеварка, и правильно измельчить. Если вы с утра спешите, вы 100% ставите большое количество крупных частиц, не будете париться. Вот в этом случае, да, потому что на ней сложно отрегулировать помол. Это нужно смотреть как-то, я не знаю, какой-то таймер, выработать таблицу, знаешь, количество кофе и время смалывания. А, еще же есть нюанс. Измерение плотности, можно баночку засыпать. Да, да, да. Ты же учти, что можно молоть натуралку, да, можно молоть мытый кофе какой-то, более глубокой обжарки, менее глубокой обжарки. Это все разное время промалывания будешь добиваться. Я думаю, сейчас мы попробуем измельчить для дезвы, потому что мне сказали, что я мало измельчал. Да, да. Но посмотрим, действительно ли возможно измельчить. Ну, я слышал, что эти кофемолки, если долго молоть, они не нагревают кофе сильно. Ну, я слышал, я не проверял, но я такое слышал. На что дает нагрев 20 грамм? Ну, опять же, надо понимать, какой нагрев. Если она просто слегка теплая, то... Давайте, сейчас разберемся. Такой ликбед небольшой в кофемолке. Что дает нагрев, почему охлаждают кофемолки жернова, если там жернова и кофемолка. Это делается для того, чтобы зерно крошилось, а не мялось, потому что оно становится тягучим каким-то. Когда оно холодное? Нет, когда оно теплое. Оно становится как-то упругим. Оно не режется, не крошится, становится упругим. То есть, когда оно холодно, оно крошится прямо. Структура у него такая становится при нагревании. А зачем же тогда в кофемолках митос подогревается? Там, чтобы стабильность была. Чтобы стабильно жевалось зерно. Да, чтобы стабильно было. Так, может, тогда надо было охлаждать его там постоянно, чтобы стабильно было. Это дорого. Там охлаждается. Держится. Пустилка это контур фреона и все, охлаждаешься. Так это как это называется? Кондоцент. Ну, я не готов сейчас по этому поводу, чтобы комментировать. У вас вот такой вот скилт, как на английском говорят, частицы. Они продолговатые будут, они круглые. И здесь за счет того, что вы измельчаете нагревается, возможно, оно будет, во-первых, хуже рубиться, потому что оно уже горячее, оно просто не может физически разрубить зерно, потому что оно слишком упругое какое-то. Ну, к этому времени уже оно будет смолотая. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Давай. Вот даже вот это не для жезла. Ну, то есть, я чувствую проакцию, это реально спасибо. Продолжаем измельчение. Лопасти стараются. Пыльца на верхней части собираются. Уже двигателем... Оно взлетает куда-то? Пахнет, да, двигателем, как будто там уже... Не только пыльца уже собирается, уже и... Изоляция. Там ботка двигателя уже тоже. Мне этот звук уже не нравится. Возьмельчение. Возьмельчение. 220 градусов. Знаешь, у меня есть сомнения по поводу срока службы таких дешевых кофемолок, потому что, да, нам может классно смолоть несколько раз, но потом она просто перегорит и все. Ну, примерно минуту измельчение. Я когда-то, когда в кофейне мы выпекали в бискоте, такими кофемолками смалывал сахар в пудру. И... Я тебе скажу, это был расходный материал в кофемолке. Они просто улетали очень быстро. Блин, сильно крупный. Да. Это эспрессо, ну... Ну, минуту измельчение, но куда уже? Ребята, вот вы пишите в комментариях, а не проверяете, Ну, поэтому буду проверять эспрессо. На этом эта локация переносится туда и варим эспрессо. Обычный уголок, да? Ну, и раз, и сейчас смотри. Арт-инсталляция! Мы приступаем к проварке. Будем сейчас подождем, измельчим какое-то количество. количество кафона. Это молочная филопия, которая всегда варится сто процентов. Во всех вариантах и во всех случаях. Да. еще чуть-чуть. Наверное, так получше будет. 22 грамма у нас, я думаю, их измельчим. начинаем измельчать. Самое главное, что не вручную. То есть, примерно, когда уже с кофемолки начинает идти дым, то эспрессо по-моему, он готов. Правильно поем? Да. Когда запах идет уже такой, горелой обмотки. Или наполовину джазу. Потому что, ребят, блин, сильно крупная, вы пишете в комментариях, что джазу нужно измельчать дольше, но это не джазу. Если вы думаете, что это джазу, это не джазу. Остановился, секунд десять проболтал. Я дал двигателю отдохнуть. Свидетель про варивание эспрессо. А видишь, он часть помола не участвует? Да, он просто уже, он готов уже. А уже готов, да? Как тесто. Ну, я бы еще чуть-чуть. Давай. На всякий случай. Так чисто. Подбирать помол с утра, так? Стоишь минуту, просто измельчаешь. Что, я думаю, уже буду нагревать ложкой в потрясающую асказу, которая варит стабильно, поэтому будем знать достоверно результат, варит или нет. Температуру не будем уменьшать. Мы там экспериментировали с нашим Папуа и там на разных температурах варили. Я бы поставил до 94. Рожа как раз охладится, пока мы заполним. Конечно, это просто жесть. За 36 штук, да, как шашки идут? Процессы. Больше на джазу похожи. Нарядный пример, что будет, если вы купили хорошую кофеварку, пожелобилизм на кофемолке. Может, уже как-то нужно? Давай, вот сюда можно. Посмотрим, спасибо за находку. Сам бы я учился еще час. так я сейчас с крышечки сейчас буду. В принципе, на кухне с утра если заняться нечем, почему бы нет? Посмотри, неплохо у меня вышло еще так, без комочков. я думаю, можно ставить в кофейне, где небольшой поток. Не поток, а так. Зашел товарищ выпить кофе. Даже небольшой поток. Это сильно люто. Это люто, да. сейчас посмотрим. Советую держать сразу, потому что там неизвестные. Посмотрим на давление. 8, 9, еще не начинается пролив, 10, 11. То есть можно дозировку уменьшать и потенциально можно проварить. А кофе варится? Нет, еще нет. Вот уже 23 секунды начал вариться. Я завершаю потому что все понятно. Очевидно, нужно 19 грамм и 8 даже можно сито ставить. Либо помол покрупнее оставлять. как тут? если работать с одной и той же дозировкой и один и тем же кофе, то можно посевать. он такой мощный. Такой, знаешь, очень спелый, 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 на которой уже мухи посеяли абрикосы. сейчас будет 27 грамм. будет. Давай. Возможно, это как раз коммерческий помол будет. Возможно, она рассчитана на профессиональные рожковые кофеварки. Но вы не уходите, подписывайтесь на канал, потому что сейчас будет еще один тест после вот этого провара. так, ну я думаю, все уже. Сейчас я буду менять корзину, делать сито 18 грамм. А после чего мы сделаем еще один бонус, сделаем кремофильтр. В этой машинке есть в комплекте какое-то сито, насколько это грамм. С одним отверстием, да? Да, возможно ли... Странное сито, я смотрел на него и не понимаю, как оно работает. Двое дно там ограничение потока. не пересыпал в крышку. Как это все, конечно, печально. Ну, помол тут прям мелкий. Я старался. Возможно, это все неопытность. Я все-таки не бариста. Ни одной чашки не продал за всю жизнь. Поэтому только что закладка была 22 грамма, сейчас будет 18 примерно, потому что тут уже полграмма осталось кофемолки. По темпингу могу сказать, что довольно-таки мелкий помол. Для эспрессо должен подходить. но слишком мелкий, судя по рисунку. Опять же. По поверхности таблетки. Да, много-много пыли. Поэтому... Возможно, этот, по-моему, подойдет для Кафлана. Возможно. я бы не сказал... Но это один из вариантов, которые я хотел протестировать, но мне просто... Там все-таки 12 грамм закладка максимальная и, в принципе, давление можно создать достаточно сильное. Ну, там наоборот, можно принт-фьюжн сделать большой. Так что для ручных кофеварок да. Все-таки сделаем, да? Что? Сделаем до Кафлана. Не лень тебе. Не лень. Я тоже лень. Поэтому сделаю крем. Я буду поставить посмотреть. Я крем-фильтр сделаю. Так, назови людей, у кого есть Кафлана в Украине. Их на пальцах можно пересчитать. Я знаю, где есть Кафлана. Можете написать патреон, если у вас от 3 долларов донат и выше. Сдал вас сдаст точку. Да, я сдал точку, где продается Кафлана Капреса. И тогда мы можем проверить, подойдет ли эта кофемолка для Кафлана. 18 грамм у нас сильно... Ну вот давайте. Пусть у вас 18 грамм смотрелось за 65 секунд. Ристретто. Это будет очень сладкий эстерак. Ну, у нас получился. крем. Да, все получилось. Рискнешь? Да. Вишня какая-то. Что ощущаешь? Такая вишневая косточка раскрылась. Значит, у меня неплохо развито распознавание. Я тебе скажу, на запахе вишневая косточка, но ты выбил с этого кофе. Все. Прям все. Прям все, что было. Я подозреваю, в чем проблема. Я подозреваю, в чем проблема. У нас просто кофе не тот. Он сильно экстрактивный. Да. Для этого кофе, возможно, по-моему, надо покрупнее, потому что... Да. Невозможно. 100% надо покрупнее. То есть, это типичная обжарка эспрессо. Больше типичная, точнее. Не сильно темная, конечно. У нас два сита. есть 14 граммов и 7 граммов. Будем 14, да? Да, 14. Сейчас будет наиболее репрезентативное тестирование, потому что это будет уже то, что может каждый дома повторить. Сопротивление уже создано отверстием. Можно просто зерно засыпать. Да, изерно можно. Если нормально. предположительно эта кофемолка подает для крема сита. Да, но сейчас узнаем. Никогда не знаешь. Можете посмотреть по молу, если видно. Не знаю. Видно. то есть старались сделать как в супермаркетах помол типичный по размеру, да? Такой который считается ни туда ни сюда. Народный помол. Как вы знаете, в кофе нет универсального помола. Сделаем небольшой темпинг. Просто чтобы был. Не знаю, делается ли в таких ситах. 14-28 где-то будет. Да, шкварчить. Получилось 33-4-5 что на твои 36 грамм. шкварчить. Шкварчить. Не, даже автоматическая кофемашина не выдает. Вот сюда. Так идет. Так оно даже с какими-то частицами там где-то что-то пузыри. Что это? Пузыри? Пузыри. Это что одно отверстие, оно так. Не, там еще так ощущение, что и мусор-то попал. посмотри по стенкам стакану. какая жесть. Это сито просто мелкие фракции туда попадают, оно так забивается, потом начинает выдавать это все. Я попробую. то есть здесь кофейная таблетка сама себя не фильтрует, все через сито проходит это отверстие мелкое. Посмотрим, что-то вышло. Сейчас остынет еще горячее. Просто жесть. Но я уже могу сказать в принципе вердикт нет. Капельная кофеварка да. Для эспрессо вряд ли. Очень вряд ли. Такое как с автоматов. Мне кажется даже похуже. Да нет, как с автоматов. Как с автоматов? Не, нормально, попробуй. Она проварилась. Чистый, без частиц, ничего там не чувствуется. Я бы не советовал. Просто да. Но это за счет обжарки молочной эфиопии. Да. могли получить что-то. Купил туда какой-то плотный мытый кофе светаем жарки ничего не получится. В общем вердикт такой кофеварка на двоечку кофемолка на двоечку кофеварка на 10 с плюсом из 10 кофемолка вот этот ну не знаю решайте в комментариях устраивайте батлы для чего она больше подходит как по мне капельная кофеварка это то для чего она еще может потенциально в сфере кофе работать если не в сфере кофе специи соль перец сахар все вот этот пудра сахарная да то есть ее нужно переименовать из кофемолки в измельчитель специй если взять ручную кофемолку то она во-первых более равномерно измельчит даже самая дешевая ханс хал который есть на канале обзор если вы собираетесь использовать для джезву тоже берите изи пресса jx и jx pro это будет гораздо быстрее сэкономит вам кучу нервов предсказуемые результаты не будет шуметь так в общем сплошные плюсы вот этот в крайнем случае для капельной кофеварки если вам нужно кому-то из родственников чтобы хоть что-то у них было для кофе измельчения чтобы свежий помол был но тоже спорный вариант поэтому поэтому она не отправляется патронами потому что штука бесполезная